Телеканал КРТ представляет Чрезвычайный полномочный посол Республики Куба в Украине Здравствуйте Спасибо большое И вот первый вопрос, который хотелось бы задать Это вот А что в принципе на Кубе Несмотря на то, что там эмбарго Несмотря на давление и так далее Мы знаем, что Куба уже под санкциями в районе 60 лет Каким образом Там ситуация с коронавирусом Вот этим COVID-19 Там удалось победить Или вот какая там история с этим вирусом Вот я могу вам сказать Начинать с последнего Могу говорить, что Наша наука, наша система Здравоохранения Поведила смерть Дело в том, что за 3 месяца Как у нас появились Первые случаи коронавируса Мы уже объявили Что мы будем проходить Сейчас поэтапно В нормальное состояние Почему? Потому что у нас уже Количество активных случаев Только осталось 206 случаев К сожалению, 84 смертельных случаев были Но у нас каждый днем идет уменьшение И значительно уменьшение активных случаев Поэтому мы уже Наше правительство, государство Решило, что мы поэтапно можем переходить Уже в нормальное состояние Как это удалось Прямо при таких ситуациях, о которых вы говорили Мы под геносидной блокадой Которая сейчас ужесточила намного Еще хуже Но это уже после прихода Трампа Уже сточили еще блокады Да, после прихода Трампа И сейчас при условиях коронавируса Еще хуже стало Но при таких ситуациях Мы смогли победить коронавирус Именно потому что Наша система Здравоохранения Учитывать Прежде всего То, что Че Гевара говорил Каждый человек Значит То есть Для нас Здоровье каждого человека Это для нас Очень значительное Для нас Поэтому наша система Так Реагировала Во-первых У нас, конечно Есть система О которой мы сможем Подробно потом говорить Здравоохранение Которое позволяет Именно поступать Как мы смогли Реагировать Именно при такой Необычной ситуации Такой ситуации Которая не имеет Прецедента В истории Медицины И в истории человечества Но все равно Наша наука Могла Реагировать быстро Мы уже Больше 30 лет Развиваем биотехнологию Эта биотехнология Конечно Делает Свои открытия Именно для Нашего народа Для нашего населения Все наши Лекарства Которые Производятся И открываются Прежде всего Используются В нашем Системе Сервоохранения И сейчас Наука Очень быстро Подключилась Именно На решение Всех стран Которые Хотят Поделиться С ними И у нас В этом Протоколе Включаются Не только Лекарства Которые Принимаются И в разных Странах Мира По протоколам Которые Воз Подвердил Тоже Наши Собственные Лекарства Которые Я могу Потом Рассказать А вот Если Брать Собственные Лекарства Я вот Был на Кубе В 2012-2013 Году И Меня Поразило Что Я как Турист Получается Если ты Кубинец То тебе Все Бесплатно Там Бесплатная Медицина А если Ты Турист То Ты Все Рано Какие Деньги Все Рано Платишь Я Когда Пришел В аптеку Мне Мошки Покусали Мне Нужна Была Мазь От Мошек Хэхэн Если Вы Знаете И Я Поинтересовался Сколько Мне Надо Заплатить Мне Дали Мазь В Упаковке В Тюбике Красиво Все Запечатано У нас Минимум Несколько Долларов Так Можно Без Денег То есть Я Говорю Подождите Я Турист Я Готов Заплатить Сколько Вам Надо Доллар Два Три Десять Не Проблема Она Говорит Да Не Надо Она Говорит Оно Стоит Третьих Копейки Даже Не Песо Песо Это Местная Валюта Там Получается Даже В общем Она Стоит Столько Что Даже Для Кубинцев Это Незначительная Сумма И С Меня В Аптеке Не Взяли Денег Для Меня Как Для Человека Который Живел В Капиталистической Стране Это Ну Это Как Для Меня Это Был Немножко Шок Сознания Что Происходит Почему Мне Туристу Выдали Бесплатное Лекарство В Упаковке Видно Что Относительно Недешевое Если Например У нас В Украине Такая Ситуация Она Невозможна В То есть Я так Полагаю Что Медицина Она Для Населения Во-первых Бесплатная Еще Вы Как Лекарственные Препараты Как Удается Вам Так Дешево Производить Лекарственные Препараты У нас В аптеку Зайдешь Там Невозможно Купить Что-то По Дешевке А у Вас Оно Настолько Дешево Что Даже Кубинцы Могут Его Себе Позволить В аптеке Раздавать Туристам Бесплатно Для меня Это шок Мне Интересно Понять Почему У вас Такие Дешевые Лекарства И Что Кстати Лекарства Хорошие Да Во-первых Не знаю Вы знаете Что Самый Большой Бизнес В мире Это Фармацевтика Это В тех Странах Которые Для Них Это Бизнес Для Куба Медицина Это Не Бизнес Это Права Человека Это Прежде Всего Это Наш Принцип Во-вторых Процент Всего Буджета Государственного Буджета Для Медицины И для Образования У нас Практически 50% Практически От Всего Буджета Поэтому Или 30% Извините 30% От Буджета Страны Значит Есть Политическое Более Чтобы Люди Могли Иметь Право На Образование И на Лечение На Медицину То есть у вас Получается Вы не Используете Лекарства В качестве В бизнесе То есть Там Запрещена Наценка На Лекарства Да И за счет Этого Получается У вас Получаются Такие Дешевые Лекарства Да И во-вторых Это Большинство Из них Мы Производим Из Всего Количества Медикаментов Которые Ну Люди Используют 80% Они Производятся На Кубе Это Конечно Мы Должны Приходить Именно К этим Производствам Потому Что Мы Блокированная Страна Для нас Покупать Лекарства За рубежом Очень Очень Дорого Поэтому Мы Уже 30 лет Насад Наш Лидер Нашей Революции Фидель Кастро Говорил Что Нам Надо Создать Собственное Производство Собственная Наука Для Производства Наших Лекарств Именно Начали Как раз Строить Все эти Заводы Все эти Центры Научные Потому Что Очень Интересно Что Там Не просто Производятся Лекарства Это Научные Центры Которые Делают Разработки Этих Медикаментов Производят И Тогда Они Исследуют Тоже Как Диаветик Например Какие Новые Сердечные Соболевания Появляются И у нас Есть Стопроцентная Статистика Каждый год Как Идут Наши Тенденции По Болезни И Именно От Этих Тенденций Мы Сможем Те Малые Ресурсы Которые У нас Есть На Куве Направлять Именно На Те Болезни Которые Нужно Лечить И Наши Научные Центры Вместе С Университетами Потому Что Научные Разработки Начинаются Тоже Из Университета Есть Студенты Которые Из Биологического Факультета Математического Они Уже На третьем Курсе Связываются С научными Разработками И Они Именно Эти Разработки Делают Вместе С Этими Центрами Которые Потом Будут Производить Эти Лекарства Это Нам Привело Что Самые Маленькие Количества Ресурсов Могли Максимально И Благодаря Народу А вот Еще один Такой Вопрос Если Брать Помощь Республике Куба Другим Странам В борьбе С коронавирусом Расскажите Более Детально Каким Странам И Конкретно Чем Помогла Республика Во-первых Могу Сказать Что До Коронавируса Уже Куба Имеет Бригады Так называются Брачей В некоторых Странах Больше Пяти Десяти Странах Имеют Кубинские Ну Кубинские Врачи И И Кубинских Работников Потому что Там тоже Медсестры Как только Появился Вот именно Коронавирус Все Эти Бригады В этих Странах Которые Они Есть Сейчас Они Подключились Тоже В Помощь Этих Странах В Борьбе С Коронавирусом Но Были Еще Другие Страны Уже У нас То есть 11 Марта Это БОС Объявила Что Это Уже Пандемия Да И Десять Лет Спустя Этого Куба Отправила Первая Первая Бригада В Ломбардию Через Десять Через Десять Дней Уже Была Реакция Да Была Реакция В Ломбардию В то время Это был Эпицентр Коронавируса В Италии И В Италии Отправили Две Бригады Из них Одна Уже Вернулась Они Уже Победили Коронавирус Там В Ломбардию Еще Есть Другая Бригада И Всего Вчера Уже Рассчитывали На Двадцать Восемь Бригад Всего Сейчас В разных Странах Могу Потом Вам Почитать Сколько В каждом Континенте Мы Отправили Которые Которые Сейчас Борются На Первой Ряде Прямо С Пациентами Которые Болеют Коронавирусом В этих Странах Куба Куба Всегда Для Для Нас Были Наши Принципы Кубинской Революции Но Сейчас В этой Ситуации Еще Углубляется Нужности Чтобы Эта Солидарность Проявлялась Еще Больше Все Страны Должны Соединяться Для Того Чтобы Противостоять Этой Пандемии Все мы знаем Что Италия Это достаточно Мощная Капиталистическая Страна Богатая Капиталистическая Страна И Получается Куба Коммунистическая Вернее Социалистическая Страна 60 лет Под санкциями Помогает Богатой Капиталистической Стране Справиться С Эпидемией Ну то есть Вы не делите Получается На то В какой режим В стране Капиталистический Коммунистический Социалистический И так далее То есть Почему Получается Несмотря на то Что Вроде как Это идеологические Оппоненты Все равно Куба Предоставляет Помощь Таким Странам Да Идеология Конечно Имеет Роль В Создании Социальных Особенно Для Социалистов Социальные Благи Человечек Человека Но Я думаю Что Когда О человечестве Говорится Здесь Самое главное Это человек Поэтому Куба Помогает Человек Здоровья Не имеет И коронавирус Сейчас Даже Не знает Ни идеологию Не Свет кожи Поэтому Для нас Самое главное Помогать Чтобы Люди Не умирали Чтобы Могли Эти страны Восстанавливаться Потому что Это не только Вирус Это по экономике Каждой стране Это очень Сильная Баттерия Очень Сильная Баттерия И те Которые Сейчас Переживут Коронавирус Будут Переживать Очень Глубокую Кризис Поэтому Чем Быстрее Мы Сможем Приходить В мире В нормальность Который Не знаем Как будет Эта нормальность Если Как было Раньше Или Другой Степень Нормальности Потому что Это Сейчас Все Изменяется После Коронавируса Но Все равно Надо Восстанавливать Экономики Всех Стран И Без Поверь Коронавируса Этого Не получится Вот Если Присмотреться К Системам Здравоохранения Государств Вот Например Италия И Куба Мне Интересно Сравнить Мы Сейчас Вернее Наблюдали Что Италия Один Из лидеров По Заболеванию На Коронавирус И так Далее И мы Видели Что Там Получается Коммерциализированная Медицина Страховая И люди Там Еще Сами Могут Платить За то Чтобы Их Лечили И таким Образом Мы Видели Абсолютное Фиаско В принципе Вот этого Подхода К Медицине В плане Того Что Врачи Предоставляют Не помощь А Оказывают Услугу За деньги То есть Это как бы Два Абсолютно Разных Подхода Если Вот Брать Кубу Опять же Я еще Помню Что Вот эти Условия Вот Как мы Сейчас Называем Карантина Когда в каждом Магазине Стоит Баночка Для Дезинфекции Рук На Кубе Это было тогда Еще в 12-13 году И как бы Я так понимаю Куба уже Системно Уже тогда Готовилась Еще много Много Лет Назад К любого Рода Эпидемиям Начиная Наверное От самых Страшных Болезней Чумы И так далее Заканчивая Чем-либо То есть Почему Был такой Основательный Подход К медицине И с вашей Точки Зрения Почему Медицинская Система Здравоохранения Куба Все-таки Лучше Справилась Чем В Капиталистических Странах Вот Еще раз Могу Говорить Что У нас Система Здравоохранения Идет Именно Для Профилактических У нас Как раз Система Здравоохранения Идет Сначала На профилактику Профилактический Поступок В области Медицины Намного Позволяет Иметь Во-первых Здоровое Здоровое Население Во-вторых Тратит Меньше Ресурсов И Это Позволило Нам Именно Иметь Сейчас Такие Но Для Этого Мы Сильно И Очень Интенсивно Работали Во-первых Создали То Что Я Уже Говорила Это Медицинские То Создали Врачи Семейные Врачи Которые Обслуживали Всего Населения Эти Врачи Обследуют Дадут Лекарства Попытаются Чтобы Все Новые Болезни Потому что У нас На Куле Тоже Эпидемии Бывают Ну Это Денге Чикунгуджа СИК СИК Мы Живем В тропической Стране Это У нас Бывают Поэтому Мы Эпидемиологической Точки Среди Имеем Очень Сильная Подготовка Потому что У нас Каждый Год Как Будет Всегда Или Денге Или Чикунгуджа Или СИК У нас Идут Очередуются И так Поэтому Мы Очень Быстро Реагируем Над этим И Быстро Под контролем Поставим Но У нас Есть Такой Опыт Кроме Того Опыт Наших Бригад Которые Ездили В другие Страны Вот Например Против Эбола У нас Были Бригады Которые Ездили В Африканскую Континент И Они Там Боролись Против Эбола У нас Уже Этот Опыт То есть У нас Есть Накопление Опытов Которые Сейчас При Борьбе Против Коронавируса Мы Могли Их Тоже Поставить Ну Действовать Именно По таким Протоколам И Это Очень Много Помогло Нам Тоже Реагировать Очень Быстро И Система Система Тоже Здравоохранения Имеет Очень Централизованная Политика То есть Вот Например Я вам Скажу У нас Есть Каждый День Такая Комиссия Которая Соберяется Два Раза В День Это Настоящая Научная Комиссия Каждая Провинция Должна Передавать Ежедневно Как Были Какие Случаи Как Они Реагировали На Такие Лекарства Какие Новые Там Подходы Какие Там Несправности Чтобы Быстро Эта Комиссия Могла Подбирать Потому Что Протокол Против Коронавируса Никто Не Написал Раньше Потому Что Такого Не Было И Сейчас Наши Ученые Которые Собираются Именно На Этой Комиссии Они Быстро Каждый День И Делают Свои Коррекции На Эти Протокол Поэтому Я Думаю Что Сейчас Люди Могли Больше Всего Оценить Какая Сила Имеет Социалистическая Страна Потому Что Да У других Стран И Могут Быть Очень Много Ресурсов Могут Быть Очень Хорошие Больницы Могут Быть Очень Развитие Центры Научные Центры Но Если Они Работают Только Для Своих Целях Заработка Да Или Заработка Это Не Отражается Столько На Здоровье Население Как Работает Социалистическая Система В Здравоохранении В Права Человека Вот Мы Сможем Посмотреть Китай Быстро Хотя И там Было Очень Сильное Проявление Коронавируса Быстро Смогли Справиться Вьетнам То же Самое Куба То же Самое И так Дали Можно Так Посмотреть Поэтому Я думаю Что Сейчас Стоит Посмотреть Как Осойно Для Медицины Социалистические Структуры Для Обслуживания Населения В области Медицины Это Можно Учить У Социалистических Стран Следующий Тогда вопрос Помнится Была такая Программа По Лечению Украинских Детей Чернобыльцев На Кубе И там Под Гаванной Целый Комплекс Построили Тарара Назывался По-моему Если я не Ошибаюсь Красивая Там Был Кстати И Вот Какая Судьба Этой Программы Почему Она Закрылась И Можно Ли Такие Программы Будет Запустить Опять Вот Во-первых Я могу Сказать Что Тарара Это Была Была До Программы Чернобыля Детей Чернобыля Это Были Пионерским Лягером Даже Когда Происходила Веда Чернобыля И То есть Государство Украины Обратилось Кубе Ну В то время Была СССР Обратилось Кубе Потому Что Никто Не Хотели Принимать Эти Детей Потому Что Они Были Зараженные Наш Фидель Кастро Обратился К Пионерам И Спрашивал Вы знаете Есть Дети Такой Стране Которые Ну Такое Место Которое Называется Украина И Они Нуждаются Лечения Но Нам Нужно Чтобы Вы Были Согласны Если Можно Переселить Их На Именно Пионерском Лагере Тарара Вы Согласны Все Дети Да Но Это Было Очень Интересно Потому Что Такой Президент Страны Который Дольше Попросить У Пионеров Чтобы Они Были Согласны Давать Это Поэтому Прежде Всего Это Было Соглашение Всех Пионеров Переделать Это Пионерский Лагерь На Именно Лечение Это Было Очень Важно Потому Что Там Были Созданы Все Все Условия Для Детей Это Был Пионерский Лагерь Который Я Даже Когда Была Втором Классе Начала Ходить На Это Поэтому Долго Они Имели Опыт Работать С детьми Там Были Созданы Все Условия Поэтому Это Было Очень Хорошее Место Именно Для Этой Программы Там Даже Была Больница Была Поликлиника И Все Это Тогда Переоборудовали Там И Создали Все Условия Самое Главное Это Я так Понимаю Климат Который Там Был Потому Что Климат Там Уникальный Что Он Очень Помогает Людям Которые Пали Под Радиацию Да Особенно Это Врачи Подбирали Именно Это Место Потому Что И Тоже И Имеет Такие Лечительные Условия Программа Началась Началась Как раз 30 лет Назад В этом Году Исполняется 30 лет За Начало Программы Детей Черновеля Приехали Первые Группы И Всего Продолжалось Больше 21 Лет Лечились Дети В Этой Программе Всего Из Украины Лечились Больше 20 Тысяч Детей Просто Эти цифры Сейчас Мало Кто Помнит И Мало Кто Знает Да Но Я Вам Скажу Что Как раз Программа Продлилась Самые Трудные Моменты Куба Это Был Осовый Период То есть Начало И пока Была СССР Но Два Года Спустя СССР Не Сталось Все Мы После Распада Советского Союза Все Были В Очень Критичном Состоянии Экономики И наших Стран Были Очень Сложные Но Все равно Несмотря На Эта Программа Продолжалась Бесплатно Куба Давала Хотя И у нас Были Очень Трудные Ситуации Мы Читали Наши Государства Читали Что Эти Дети Нуждаются Помощи И Самое Дорогое Что Имеет Одна Страна Это Детей Потому Что Это Будущее Поэтому Для нас Детей Это Самое Дорогое И Мы Решили Продолжать Эту Программу И Продолжили Больше 20 лет И Там Из Украинской Стороны Были Только Перелеты Но Решили Здесь Не смогли Больше Поддержать Этого Перелета И Программа Сократилась Но Куба Всегда Повторяет Что Конечно Мы Сейчас Не В Состоянии Продолжить В таком Безвозмездной Основе Но Мы Можем Перейти На Коммерческом Основе Но Мы Не Торгуем Медициной Это Должны Покривать Расходы Потому Что В медицине К сожалению Есть И Мало Их Но Мы Готовы Говорит Об этом И Мы Сейчас Работаем Над Программой Красных Совалеваний Особенно Кожаные Совалевания Которые Могут Быть И найдется Средства Чтобы Отправить Детей Которые Как вы Говорили Там Есть Как раз Такое Тропические Климат Климат Который Позволяет Именно Особенно Эти Кожаные Болезни Лечиться И То есть В принципе Потенциально Возможно Еще Подобные Программы Только Уже Чуть На Других Условиях Но Тем Не Менее Возможно Да А ведутся Ли Какие-то Переговоры В отношении Таких Программ С Украинской Стороной Или Нет Ведутся Ведутся Да Разные Там Есть Желающие Которые Сейчас У нас Есть Организация Которая Называется Кубинские Медицинские Услуги Они Сейчас Ну Говорят Между ними Что Подписать Договоры Уже Есть Один Договор Подписан Но Все Равно Сейчас Прорабатываем Но Есть Возможности Из Этих Всех Домов Которые Были Раньше Сейчас В состоянии Принимать Украинских Сотрудниче Сотрудничество Между Кубой И Украиной Может В культурном Плане Может В плане Там Условно Обмена Студентами Или Еще В каком-то То есть Что Изменилось Со времен Советского Союза Тогда Была Большая Сильная Кооперация А Вот Что Сейчас Какие Есть Программы Межгосударственные Которые Объединяли Все Таки Наши Страны Межгосударственных Программ Нет К сожалению Но Не надо Расстроиться У нас Куба И Украина Имеют Очень тесные Связи Очень тесные Связи Я думаю Что Мы Южные Страны Для нас Очень много Подходов Одинаков И То Что У нас Были 21 Год Детей Черновеля Это Очень Означает Что Когда Человек Говорит Ну Я Из Украины Наверное Вы Это Чувствовали Это Не Чужой Человек На Уме Это Сразу Принимают Как Семья Это Это Так Поэтому Вот По поводу Детей Черновеля Я Вам Именно Программа Детей Черновеля Там Были Все Врачи Все Психологи Все Сотрудники Которые Там Работали В Тарара И Они С Такой Ностальги Говорили О Тех Все Говорили Наши Дети Представьте С Что Это Дети И С Другой Страны Они Говорили Наши Дети Потому Что Они Так Сплошли Чувства С Детьми Что Для Нас Это Никто Не Совет Поэтому Мы Продолжаем Работать В Области Науки У нас Уже Есть Два Подписанные Договора От Сотрудничества Один В Области Эпидемиологии Это В прошлой Неделе Был Подписан Институтом Эпидемиологии Как раз По Темам Коронавируса И Другие Подходы И По Лечению Рака Это Институт Экспериментальной Патологии Радиологии И Онкологии Да Что Как бы Есть Очень Много Мест И Кружков Которые Помимо Государственной Политики Все Таки Все Равно Культурный Обмен Он Происходит Это Из Хорошего Я Я Помню В прошлом Году По Выходным На Почтовой Плошади Там Очень Много Молодежи Танцевали И далеко не Только Там Была Очень Хорошая Встреча Оттуда Вот Именно Эти Меморандумы О которых Я Говорила В прошлом Году В сентябре Была Большая Делегация 60 Предпринимателей Был Бизнес Форум Между Украиной И Кубой И в этом Году Мы Читали Что Мы Уже Подготовили Чтобы Поехали На Кубу Делегации Из Украинских Предпринимателей Но Так как Сейчас В условиях Коронавируса Мы Сейчас Перейдем Чтобы Не остановить Наши Торговые Экономические Отношения Будет 24 Юния На следующей Неделе Будет Онлайн Форум Между Нашими Предпринимателями И следующий Тогда вопрос Как мы знаем Организация Объединенных Наций Когда Началась Эпидемия Коронавируса Выступила Заявлением Чтобы Все Страны Отменили Санкции Хотя бы Те санкции Которые Касаются Сферы Медицины И Тогда Это было Обращено В первую очередь К Соединенным Штатам Америки Главным Инициатором Санкций У нас На планете И Опять же Мы Абсолютно Не увидели Какой-то Адекватной Реакции Это все Было Проигнорировано То есть Несмотря на то Что вроде Как бы Это общая Проблема Вроде Как бы Простые Кубинцы Ничего Не имеют Там К Условно Политики Соединенных Штатов Но тем Не менее Санкции Не сняли Не ослабили И так Далее Вот Я хочу Оператора Попросить Вынести Нам На большой Экран Один пост Который Я хотел бы Сейчас Вам Зачитать Это Олег Ясинский Это Эксперт По Латинской Америке Который Пишет О том Что Несмотря На то Что Кубинские Врачи Помогают В других Странах Тут Он Еще Обращает Внимание На следующее Что Одновременно С этим Удавка Экономической Блокады Острова Со стороны США Продолжает Затягиваться Чуть Больше Недели Санкции Не позволили Доставить На Кубу Маски И предметы Первой Необходимости Подаренные Китайским Производителям Алибаба Но Идем Дальше Сейчас Куба Прекратили Сотрудничество Две Европейские Медицинские Фирмы И МТ Медикал И Автотроник Обе Фирмы Поставлявшие Раньше На Кубу Аппараты Для Искусственной Вентиляции Легких Были Куплены Американскими Корпорациями Из-за Санкций Правительства США Они Прекратили Свои Отношения С Кубой И Таким Образом Получается Куба Не смогла Обслуживать Свои Аппараты Искусственного Дыхания Ну то есть Как по мне Это Немножко Античеловеческая Политика Все таки Которая Попахивает Таким Знаете Целенаправленным Геноцидом Почему Вот такая Ненависть В отношении Простых Кубинцев У Соединенных Штатов Америки И у Тех Людей Которые Принимают Решение В отношении Вот Применять Или Не Применять Санкции Вот С вашей Точки Зрения Вы Знаете Блокады США Против Кубы Имеют Одна Цель И Это Солушит Нашу Революцию Они Не Согласны Имеют Совсем Рядом Социалистическая Страна Это Из первых Голов Ну Из первых Времен Блокады Это была Своя Цель И Есть Еще Продолжается Дело В том Что Они Видят Что Никак Этого Не Получается И Думали Что Сейчас Как Раз Коронавирус Это Будет Самый Хороший Момент Солушит Полностью Нашу Страну Они Даже Читали Что У нас Будут Масса Смерти Смертельных Случай Прогнозировали Вообще Хаос На Кубе При Коронавирусе Но Они Могут Сейчас Посмотреть Что Наша Революция Это Естественная Революция Это Не То Что Они Говорят Что Это Искусственно Что Это Остается Три Дня Только До Конца Этой Революции Но Вы Хорошо Говорили Что Это Геноситная Блокада Потому Что При Таких Условиях Где Люди Должны Соединяться Люди Должны Помогать Друг Друг Давать Средства Которые Могут Помогать Другим Странам И Делать Такие Поступки Чтобы Не допустить Даже Чтобы Они Помощь Нам Не дадут Но Чтобы Другие Страны Которые Хотят Нам Помогать Отправили Нам Помощь И Они Не Давали Чтобы Эта Помощь Дошла До Кубы Но Это Не Только Помощь И Нефти И Других Продуктов Питания То Все Что Могло Изолировать Кубу Чтобы Нам Было Еще Труднее И Труднее И Не Смогли Мы Бороться Против Коронавируса Но Наша Страна Показала Что Мы Победили Еще Раз Коронавирус И Блокады Поэтому Мы Очень Надеемся Что Все Страны Мира Еще Раз Будут Поддерживать Кубу В Голосовании В Резолюции Против Блокады ООН Да И Посмотрим Что Случится В США За Их Внутренняя Ситуация Которая Сейчас Есть Что Они Сами И Справиться Не Смогут И Все Равно Смотрят На Внешние Но На Другие Страны Чтобы Делать Такие Поступки Я Думаю Что Это Все Чтобы Внимание Перенести На Другую Сторону И Чтобы Люди Не Смогли Посмотреть Какой Хаос У них Есть Сейчас Но Для нас Конечно Блокада Это Самое Большое Препятствие Расвития Нашей Экономики Это Безусловно И Мы Прорежем Бороться Против Блокад И Надеемся Что Когда Нибудь Поднимают Кстати Я Помню Что Никакой Расовой Дискриминации У вас На Острове Я не Заметил Во всяком Случае Хотя Очень Много Людей Абсолютно С разным Цветом Кожи Я Вот Просто Удивляюсь Почему Если Мы Видим Конкретно В случае Эпидемии Коронавируса Такую Политику Когда Получается Компании Которые Предоставляют Аппараты Искусственного Дыхания Чтобы Эти Аппараты Искусственного Дыхания У вас На Острове Не Работали То есть И Они Специально Покупают Компанию И Закрывают Возможность Вам Обслуживать Эти аппараты Ну То есть Это По-моему Честно говоря Какая-то Дикость Если Вот Мы Возьмем Официальную Позицию Как Вот Они Трактуют Блокаду Санкции И так далее Они Говорят Что Это Против Правительства Но Здесь Мы Видим Конкретно На Примере Что Это Не Против Правительства Это Против Конкретно Каждого Кубинца Ребенка Пенсионера И так далее То есть Вот Здесь Я Не Могу Понять Логики Вот Как Вы Можете Это Прокомментировать Мы Тоже Не Сможем Поднять Логику Это Не Имеет Логика Не Имеет Логика Это Просто Слепая Ненависть Это Это Бесчеловеческое Чувство Люди Которые Хотят Повредить Других Людей Даже Без При Таких Ситуациях Когда Есть Болезни Это Это Уже Не Человек Это Это Уже Это Геносид Это Не Имеет Другого Определения Спасибо Вам Большое Что Уделили Время И Пришли Все Таки К Нам В Программу С Нами В Программе Без Протокола Была Натача Диас Эггилера Чрезвычайный Посол Посольства Республики Куба В Украине Спасибо Вам Спасибо Вам За то Что Дали Нам Возможность Говорить Об Этих Темах Где Очень Мало Сказывается Особенно В Украине Очень Мало Читаю Именно О Кубе Сейчас В таких Ситуациях Спасибо Вам Большое Программа Это Была Программа Без Протокола С Вами Был Я Ее Ведущий Дмитрий Василец До Скорого